С 3 февраля Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Воскресенского управления соцзащиты стал центром вакцинации. С утра сюда потянулись пожилые воскресенцы. Почти год они берегли организм от COVID-19. И настало время сделать долгожданную прививку. Мы обзвонили практически все население пожилого возраста нашего района с предложением о том, чтобы сделать прививку. И начиная с этой недели мы обзваниваем опять согласившихся сделать прививку и приглашаем в наш центр, на базе которого медики будут делать прививку. Желающим вакцинироваться замеряли температуру, артериальное давление, с ними беседовали. Затем жители заполняли документы и им делали прививку отечественной вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК, известной как спутник ВИИ. Нет, никогда не сомневалась. Нет. И против гриппа я всегда, всегда все это самое. После того, как я проболела мексиканским гриппом, переболела, чуть не умерла. Это у нас сейчас в России назывался свиным гриппом. Я теперь всегда прививаюсь. Мне 70 лет. Во-первых, я хожу, у меня и внук-школьник еще, к детям. Не хочется заражать детей-то. Ну и самое хочется вроде пожить, хочется защититься. Я думаю, что я верю в свою Россию, как в своей родине, верю, что вакцина хорошая. Для каждого пожилого человека члены выездной бригады находили доброе слово и обязательно объясняли, когда нужно записаться на повторный укол. Сегодня проходит первый этап вакцинации, а второй этап начнется через 21 день. Какие-то симптомы могут быть после прививки у людей? Некоторые симптомы бывают, но в основном легко переносится. Бывает небольшая температура, слабость, ну 2-3 дня. Два раза в неделю в назначенный день жители могут прийти сюда. Но для этого нужно предварительно записаться по телефону 8-496-44-2-30-13, 8-496-44-2-03-50. На данный момент еще 200 жителей выразили желание сделать прививку от ковид в Центре социального обслуживания Управления соцзащиты. Воскресенцы также могут вакцинироваться в медучреждениях городского округа. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Новости Искры В.